Всем тихой ночи! В результате прошлого голосования в комментариях победили оккультные войны, а значит это видео именно про это явление мира SCP. Оккультные войны — это существенная часть вселенной SCP и довольно значимая часть истории мира. Они упоминаются во многих текстах и рассказах, однако информации о том, сколько их было и что они вообще из себя представляют довольно мало. Основная идея в том, что оккультные войны эти происходили параллельно с различными важными событиями реальной человеческой истории. Первая оккультная война случилась в эпоху краха царств Бронзового века. В реальном мире где-то в районе тысячи сотых годов до н.э. произошел крах человеческой цивилизации, вернее того, что мы знаем как древние царства. И почти 500 лет люди будут жить потом на величественных руинах древнего Египта, Микенской цивилизации и всех прочих. В реальном мире есть разные мнения на то, почему так случилось. Однако в мире SCP фонд знает, что к чему. Ведь произошла масштабная разрушительная война между сторонниками культами хан, бога машины, и саркицистами, сторонниками культа плоти. В эту эпоху трава была зеленее, деревья выше, а культистами хан возводили 90-метровых роботов типа SCP-2406 или SCP-3777, которые шли в битву, чтобы сразиться с не менее колоссальными чудищами из плоти, который создавал корцист саркицистов и он. Такие битвы целых гор стали с не менее внушительными горами плоти и костей, имели катастрофические последствия для цивилизации. Крупнейшая из битв описана в SCP-2095, и после этой войны человечество и впало в варварство, из которого выберется только в эпоху, которую мы знаем как античность. Вообще текстов про все эти события на сайте очень много, древность в SCP прописана очень подробно, чего не скажешь про вторую и третью оккультные войны, о них на сайте попросту нет упоминаний вообще. Про четвертую оккультную войну написано очень мало, но судя по тому, что есть в хабе третьего закона, она шла параллельно с тем, как турки захватывали в 1453 году Константинополь, и в ходе этой войны мистические ордена вывозили различные артефакты в Европу, а позже и воевали за них между собой. Хотя разные упоминания этой войны помещают ее в очень широкий диапазон дат. В одном из рассказов написано, что она вообще была в эпоху наполеоновских войн. Про пятую оккультную войну известно больше. Она была длительной, достаточно вяло текущей и сильно растянутой как во времени, так и в пространстве. Началась она с наполеоновских войн, где активно применялись аномальные предметы. Об этой части пятой войны известно крайне мало. Мы знаем лишь, что Наполеон продвигал учение под названием неогностицизм, а божеством своей религии сделал богиню Европу. О самом мистическом учении Наполеона рассказывает объект SCP-2515, из которого мы узнаем, что Наполеон в мире SCP не только дошел до Уральских гор, но и сразился там с мрачной империей Девитов. При этом за Уралом Девиты к тому времени захватили практически все и, по всей видимости, потерпев поражение от Наполеона, изменили план действий и устроили вторжение в Китай, где против них поднял восстание простой крестьянин, получивший откровение некоего божества, что описано в SCP-2481. Все эти события каким-то образом пробудили на другом конце света фабрику. Ее ржавые шестерни, пропитанные злой магией, завертелись. Это совпало с началом гражданской войны в США в 1861 году. Фабрика снабжала своим страшным аномальным оружием обе стороны, что породило множество странных явлений по всей стране. Ужасные мистические силы проснулись по всему миру, не только в упомянутых местах, но и в Индии и Мексике, да и вообще во всех уголках планеты. Серия больших глобальных конфликтов, в ходе которых активно применялись аномальные артефакты, привела к тому, что реальность распалась на два отдельных мира. В одном из них все эти события произошли, а в другом – прошлое в ходе события неизвестной природы под названием SCP-001 Consensus, как бы очистилась от влияния аномального, и история стала такой, как мы ее знаем. Финалом этого перелома стало событие, известное в реальном мире как восстание боксеров. В нашем реальном мире, в конце 19 века, в Китае начало появляться множество тайных обществ, недовольных тем, что европейские страны вместе с японцами грабят и делят их страну между собой. Многие из этих обществ имели основы различные мистические учения. Они объединились в так называемую армию честности и справедливости. Закончилось это довольно предсказуемо. Армии европейских государств быстро разгромили китайцев, а в 1901 году русская армия уничтожила армию честности и справедливости полностью. В мире SCP армия честности и справедливости была как бы последним куском того исчезнувшего мира, разгром которой и считается пятой оккультной войной как таковой в изменившейся истории. При этом не совсем понятно, сохранился ли вообще тот мир, где все эти странные события происходили. Вот SCP-1867, например, который в нашем мире говорящий моллюск, считает себя человеком и по сути он видит себя человеком именно в том мире, который существовал до консенсуса. Да и вообще, многие объекты, которые содержат SCP, это осколки того самого мира в нашем. Итак, произошло событие, известное как SCP-001 консенсус, и само прошлое изменилось. Поэтому шестая оккультная война произошла раньше, чем закончилась пятая. Это была война между отдельными обществами мистиков и всякими сектантами, которая тянулась до 1882 года. Она была куда менее масштабной, чем пятая, но также оставила свои следы. Например, город, висящий в параллельном мире под названием Три Портланда. Конец шестой оккультной войны в 1882 году знаменует начало новой эры нормальности. Уничтожено большинство мистических созданий, из мира практически полностью изгнана магия, и какое-то время нормальный мир существует достаточно спокойно. Ну, целый год. Ведь в 1883 году некое общество немецких мистиков уничтожает бога в мире SCP, что, впрочем, не сразу сказывается на мире, но медленно погружает его в мрачный хаос, что вызывает две мировые войны. Седьмая оккультная война произошла параллельно со Второй мировой, хотя началась гораздо раньше. Основная её суть заключается в том, что немецкая организация Obscura Corps и мистическое общество Тули, оба, кстати, существовали в реальности, пыталась использовать различные аномальные артефакты в войне. Главное, что они пытались сделать, это завершить какой-то ритуал, начавшийся как раз с события 1883 года. Пользуясь неразберихой большой войны, эти немецкие мистические общества пытались вызвать в нашу реальность разные тёмные силы. Им противостояли другие тайные общества по всему миру, например, тамплиеры, которые после войны вошли в состав ГОК. Фонд SCP тоже посильно участвует в этом всём и строит подводную зону 246, на которой хранит всё, что может представлять ценность для Obscura Corps для завершения их плана. Седьмая оккультная война заканчивается с разгромом Германии и, конечно же, разгоном организации Obscura Corps. Это описано в объекте SCP-3457, при помощи которого немцы хотели получить контроль над аномальными способностями всех людей, ими обладающих. После этих событий зона 246 SCP затапливается, также образуется ГОК, а в мире наступает золотая эпоха нормальности. Мир живёт действительно спокойно, и люди сталкиваются с аномальными событиями крайне редко, ведь за ними присматривают целая куча самых разных организаций. Также в SCP есть своя холодная война, она описывается отдельным хабом под названием «Холоднейшая война», но в ходе неё существование аномального удается держать в полном секрете. Так было до распада Советского Союза. Но после 1991 года многие аномальные явления, бывшие под контролем СССР, а именно по игру, ну а также и не прогресс, расползаются по всему миру. Кроме этого, в 1998 году разваливается лаборатория Прометея, высвободив множество мистических существ. И если бы только это. Ведь и западный мир попросту перестает уделять должное внимание поддержанию нормальности. Тот же ОНП ФБР – это чуть ли не посмешище аномального мира. А какие цели преследует SCP, наверное, точно не скажет никто даже в самом SCP. В результате всего этого в начале 21 века в мире появилось огромное количество обществ и групп, которые не только знают об аномальном, но нередко и создают невозможные вещи. При этом это не только мистические ордена, тайные правительства и мрачные секты, но и вполне себе обычное объединение людей. А это значит, что в 20-х годах может начаться новая, восьмая оккультная война, которая будет масштабнее всех предыдущих. А пока мы ждем этих событий, оставляйте комментарии. О каких еще явлениях в мире SCP вы бы хотели услышать? Как обычно, за какое наберется больше комментариев, то и будет. Всем пока!